Доброго времени суток, уважаемые зрители запретных тем. Я сегодня нахожусь в городе Рига, Латвия. Это особенный город для меня и для моего служения, потому что моё служение родилось именно здесь. В 2003 году я был студентом библейской школы «Новое поколение», где преподавал Алексей Ледяев. И сегодня 2013 год, и мы вновь вместе беседуем. Два тёзки, как вы любите говорить, два Алексея. Очень здорово, что сегодня у нас есть шанс поговорить вновь о состоянии современной церкви. Поэтому спасибо, что вы согласились на этот диалог. Хотелось бы задать вопрос. Как вы вообще, пастор Алексей, оцениваете состояние современной церкви? Я был в Риге в 2003 году, и когда я приехал впервые на библейскую школу, я считал себя пастором начинающим, и я думал, меня там куда-то вперёд посадят. Настолько зал был забит, что меня посадили на ступеньки, где-то там сзади, далеко сзади. И так сначала это меня так маленько тронуло. И сегодня, когда я приезжаю, я вижу совершенно другое состояние церкви, совершенно другое состояние страны. То есть как будто мы проходим через определённые сезоны, когда люди бежали в церковь, а потом было время, когда люди убегали из церкви. Я думаю, что в целом существуют определённые критерии нормального состояния церкви или больного состояния церкви. То есть само состояние определяется по определённым критериям. Для меня самый важный критерий – это курс церкви, это откровение церкви, это духовное содержание церкви, в каком бы состоянии она ни находилась. И если говорить относительно этих определяющих факторов, то церковь идёт прежним курсом, и я как пастор, я внимательно слежу за тем, чтобы фарватер, чтобы курс и чтобы маршрут не изменился. А если говорить о количественном составе, о лидерском составе, конечно, в этом отношении церковь претерпевает определённые катаклизмы. Потому что церковь – часть общества, и то, что происходит в обществе, по-любому происходит в церкви. Это ни в коем случае никакое неоправдание, а это констатация факта. Поэтому на сегодняшний день общая ситуация в стране, она как бы налагает свой отпечаток на ситуацию в церкви. Людей поубавилось, потому что где-то за последние годы порядка 300 тысяч из этой без того маленькой страны покинули свою родину. Естественно, в это число входит огромное количество наших лидеров, наших активных членов церкви и так далее. Я думаю, что это всё дело поправимо, потому что Слово Божие, которое изошло из уст Божиих, оно не возвращается к имечетам, оно работает по-любому. И, ну, сезон есть такой, сезон засушливый, сезон дождливый. То есть вопрос сезонов, он имеет какое-то место. Вы сейчас в каком сезоне находитесь? Я думаю, какой-то засушливый сезон, но скоро засуха закончится. Засухи не будет, будет гроза. То есть вы ждёте дождь? Да. А когда вот можно было сказать, что была осень, самая жатва в новом поколении, когда был массовый приток? Потому что я помню, люди с церквями приходили, целыми объединениями приходили, люди бежали, они мечтали здесь хотя бы побывать. Когда вот этот был пик самый? Ну, я думаю, где-то это вторая половина 90-х. Это вот, это были, ну, золотой век. Это здесь было как мека. Здесь столько народу было, что по средам невозможно было занять место в зале. Я уже не говорю о конференциях, когда у нас проходили эти вот проекты музыкальные, когда у нас были вот эти мюзиклы, когда первая партия была, когда у нас была максимальная активность и в церкви, и в обществе, когда у нас были парады семьи. То есть я считаю, что это был очень прекрасный сезон максимальной активности церкви и в духовном отношении, и в отношении гражданском. Ну, думаю, что сейчас небольшой передых, в жизни все волнами идет, откровения становятся глубже, откровения становятся более актуальными, и я думаю, что есть процессы, которые от нас зависят, есть процессы, которые от нас не зависят. От нас требуется только одно, при смене сезонов не изменить тем откровением, которое тебе дал Бог. Хорошо, если это было во второй половине 90-х, это был логичный процесс? Это был планируемый рост? Или это вот просто произошло? Спонтанно. Спонтанно, да? Нет, нет, нет. У нас там были какие-то попытки все контролировать, на цифры переводить, но покаяние 50, 60, 70 человек в церкви, это было без особых усилий. Это либо общая атмосфера была, либо общее состояние людей, может, с голодухи после совка, ну, как бы общая атмосфера, она тяготела к тому, что люди жаждали чего-то духовного. Сегодня в европейском пространстве присыщенность, кого здесь только не было, и я замечаю одну вещь, я думаю, что, скорее всего, это закономерность, что духовный голод, и жажда, и вот рост церквей происходит в тех странах, где есть определенные проблемы и экономические, и социальные, и все, то есть развивающиеся страны, определенный недостаток финансовый, может быть, недостаток какой-то свободы, человек так устроен странно, что когда есть проблемы, проблемы человека толкают к Богу. Как только проблемы решены, и это проблема цивилизованных стран, что цивилизация расхолаживает человека, и вот эта свобода, и демократия, и, как бы сказать, определенные, ну, вот эти вот факторы, они каким-то образом расхолаживают человека. То есть рост был спонтанный, и потом отток тоже неожиданно спонтанный. В один миг Латвия потерпел, ну, кризис экономический, да, и люди потихоньку начали эмигрировать. Ну, как бы не спонтанно, у нас все равно были домашние группы, у нас были лидеры, сотники, там, ну, в какой-то мере этот процесс, конечно, был контролируемый. Мы какие-то цифры планировали, 300, 600, 900, и потом, как бы сказать, вот пик Эверест, мы его достигли. Хорошо, вами какие-то ошибки были допущены из-за того, что церковь сократилась, ушли некоторые люди? Как вот вы оцениваете? Не, ну, конечно, Господи, мы же сами в развитии, мы же сами в, как сказать, в эксперименте. Я, например, как? Я смотрю на это очень практически. Я, например, себя вижу, себя вижу, как человека творческого на сцене. А моя стихия, моя стихия, это искусство. Это мы, я даже сам не понимаю, почему я в одном лице представляю сегодня столько, ну, вот, служений. Да, 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 да. И мне легче заниматься музыкой, заниматься сценой, мне легче заниматься вот этими большими проектами, хотя это та же проповедь, которую я могу говорить как пастор. И в то же время мне очень нравится делиться глубиной Слова Божьей. Нахожу удовольствие как учитель и пастор. Ну, мне кажется, что для того, чтобы обеспечить стабильный приток людей в церковь, нужны определенные дары. И вот этот дар как менеджер, ну, если современным языком говорить, системный менеджер, потому что эмоции схлынут, энтузиазм схлынет, нужна какая-то отработанная система, и эту систему необходимо... Эти сети, да, которые будут поддержать. Да, да. Кто-то должен оптимизировать, следить. Я не менеджер. И при наличии менеджеров те откровения, которые у меня есть, которые вот эти все видения, которые я имею, при наличии грамотного, профессионального менеджера, я думаю, можно все выправить. Но у вас был такой человек в служении? Да, конечно, был. Я думаю, что в свое время золотой век нашего роста, вот Людмила, когда была у нас, она на этом месте, она выполняла великолепную роль, у нее был максимальный авторитет, и, к сожалению, с ее уходом это место никто не занял. Все-таки одного священства, одного промазания, одного богословия недостаточно. Да нет, конечно. Еще нужен миофор вот этот, который вне силы поможет. Для меня лично определенно понятно, что тот, кто производит автомобили, он их не реализует. А тот, кто реализует автомобили, тот не производит. Здесь все должно быть на своем месте. Я лично отношу себя к творческому классу, к креативному классу, который производит вот эти проекты, вот эти открытия, вот этот товар. А для реализации дилер нужен, нужен правильный менеджмент, потому что здесь на одних эмоциях ты далеко не проедешь. Поэтому потеря одного менеджера или вот этого опытного системного служителя, конечно, наносит большой ущерб. Ну да, когда приходится оставлять слово Божие, пищись о столах, заниматься как-то второстепенно. Да, да. Так же, как Моисей. Он имел глобальные откровения, он имел видение, что такое обитованная земля, как из пункта А прийти в пункт Б. А вот эта рутина промежуточная, кто с кем, как, что, здесь нужно уже структурное строительство, и для этого нужен определенный дар. И повезло церкви, если в лице пастора сочитывается и священство, и менеджмент, это благосостояние. Я не менеджер, и я знаю, что это слабое звено. Поэтому для того, чтобы даже обеспечить и структурное строительство, и рост необходим, как, конечно, вот именно этот конкретный дар. Хорошо. Как вы вообще оцениваете состояние сегодняшнего современного христианства, протестантизма, в частности, нашего крыла, харизматического? Ты имеешь в виду постсоветское постсоветское? Да, постсоветское постсоветское. Можно о латвийских поговорить, можно о России поговорить. Вы все равно знаете, вы изоляции, но знаете. В целом, если говорить про новое поколение, если говорить про новое поколение, я думаю, что движение очень серьезно набирает обороты. Я вижу регионально, определенные регионы имеют большой результат, потому что есть откровения, есть четкое, как сказать, лидерство и менеджмент. Очень приятно видеть то, что в России происходит, то, что на Украине происходит, то, что происходит в других регионах. Но в целом, если говорить по тому, что показывает нам TBN или то, что показывает нам CNL, конечно, конечно, приходят разные мысли. поделитесь мыслью. Такое ощущение, как будто мы попали в стагнацию. Такое ощущение, как будто стартанув и резко, как бы сказать, начавши духом, начавши, вот, в 90-х годах, побежав куда-то к каким-то горизонтам, мы сейчас как-то растерялись и не знаем, куда бежать. Потому что тематика тех проповедей, конференций, семинаров, сама тематика говорит о том, что в теологии, в богословии и в стратегии развития церкви начался какой-то застой. Эксплуатируется приблизительно одна и та же тема. Кто-то исцеление, кто-то разрушение проклятия, кто-то просто мотивация. И всегда хочется видеть, а куда дальше? Ну, разрушили проклятие, куда дальше? Ну, исцеление получили, куда дальше? Что дальше? Ну, ну, вот, а что дальше? И, к сожалению, я могу ошибаться, к сожалению, я не вижу вот в этом вот листе наших целей, обозначенных и провозглашенных из больших трибун и кафедр, каких-то далеко идущих планов. Такое ощущение, что все в шоколаде, и мы достигли своего. Меня это лично беспокоит. А почему что остановило вот такое прогрессивное харизматическое движение? Мы же все на самом деле так много ярких было служителей, а сегодня смотришь, некоторые отказываются, кто-то говорит, вообще, про цветание не надо говорить, это все ерунда, а в вере не надо говорить, надо вот более спокойно, то есть, как будто вот все идет на спад, затухает, затухает. В чем причина этого? Нет, все пляшет от цели, и я думаю, что видение это начало всех началов. Видение это совокупность тех главных откровений, которые имеет церковь. Это генофонд, это божий генофонд. То есть, руководитель каждой конфессии или каждого движения, он перед Богом отвечает за то откровение или за то поручение, которое ему дал Бог. И я считаю, было бы честным как бы быть последовательным в этом отношении. То, что мы говорили в 90-х, надо говорить это и в 2000-м. И то, что мы говорили в 2000-м, мы должны говорить это в 2013-м. Я думаю, что верность тем целям, которые ты взял на вооружение, определит состояние церкви. Но слабость в чем заключается? Слабость в том, что начинается жонглирование откровений. Вчера в это верили, сегодня уже в это верим. Вчера мы туда двигались, как будто пьяный капитан, который взялся за штурвал, то он на восток рулит, то он на север рулит, а пассажиры, у них голова кругом идет, а куда мы плывем? И мне кажется, непоследовательность и изменение курса или как сказать, измена курса или перемена целей, она привела большинство церквей в какой-то вот такой вот застой вокруг одной горы или какой-то застой богословия, застой стратегии. Почему? Не было введения? Задать вопрос, куда идет церковь? Вопрос, модель церкви через 15 лет, модель церкви, вот задать каждому лидеру, каждому руководителю церкви вопросы. Проект будущего, да? Пастор, пожалуйста, как сегодня принято выражаться, дорожная карта вашей церкви, вашего служения 3 года, 5 лет, через 10 лет, куда мы идем? Какой курс? Ведь пастор должен знать путь, 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 куда я веду церковь, знать фарватер, знать, куда мы направляемся. И мне кажется, сегодня многие из лидеров потеряли это видение, либо разочаровались в нем, либо, как бы сказать, им объяснили, что они слишком круто взяли. И мне кажется, когда нет видения, вот погибает народ за недостатком видения и за недостатком видения. Не, но многие же вначале кричали, что мы изменим этот мир, мы возьмем этот мир, мы царство Божие принесем в этот мир. А сегодня смотришь, все скатилось банально до Евангелия спасения. То есть, когда люди заинтересованы только в спасении души. Вообще, я спросил недавно, он начал, как ты понимаешь слово пробуждение. Все говорят, мы хотим пробуждение, мы хотим пробуждение. И человек не смог мне отметить, что такое пробуждение. Толпа пришла в церковь. Что дальше? С этими же людьми надо что-то делать. Разбудили человека, если мы ему не дали задание, через какое-то время он опять уснул. К сожалению, мы видим эту тенденцию. Согласен. Печальную. Согласен. Согласен. Человек должен сам себе ответить. Мне кажется, здесь несколько категорий лидеров есть. Первое. Это вообще слепые. Они вообще не знают. Они часто под общий шумок. Или, как сказать, под общее настроение. Сегодня мода на это откровение. Ну, пойдем туда. Это слепые, которые ведут слепых. Второе. Это лидеры, у которых есть видение, но нет смелости. Это видение даже провозгласить. Третья категория. Это люди, которые имеют видение и провозгласили, но не хватает мужества или мудрости осуществить это. Стабильность. Стабильность, да. Следующая категория. Это люди, которые начали, шли хорошо и имели успех, но кто-то их остановил. Разные причины. А есть те, кто идут до конца? А должны быть. Я думаю, что если бы таких не было, то Евангелие было бы лживым. В последнее время прогнозы остаются в силе, что святые усилятся и чтущие своего Господа будут действовать. Поэтому я думаю, что мне бы хотелось, чтобы новое поколение было той церковью, которая не изменяет своим принципам, не изменяет своим целям, независимо от того, в каком сезоне церковь оказалась. Вот вы проповедуете Евангелие Царства. Объясните, что это за Евангелие? Это другое Евангелие? Как нас очень часто новое поколение обвиняет, что мы проповедуем свое Евангелие, непонятное никому. Мы рвемся к власти, нам нужны деньги, власть, влияние, и нам вообще наплевать. То есть у нас свои какие-то корыстные цели, и мы, в принципе, это все обернули в евангельскую оболочку и вот подаем. Дело в том, что другого Евангелия нет. Евангелие Спасения это лишь фрагмент из того же самого Евангелия Царства. Даже при евангелизации, которую мы превратили в проповедь Евангелия Спасения, на самом деле это не Евангелие Спасения, а Евангелие Царства. Потому что даже Христос говорит, как надо проповедовать Евангелие? «Покайтесь, ибо приблизилось к вам Царство Небесное». Поэтому я считаю, что программа Царства Божьего, она предполагает огромный аспект, огромный, вернее, огромный спектр нашего влияния. Это утверждение принципов Царства Божьего во всех сферах нашей жизни. Бог послал Иисуса Христа в этот мир, чтобы он заплатил цену за то, чтобы у нас были в руках бразды правления и рычаги власти. Благодаря искупительной жертве Иисуса Христа, который лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, который в этом мире утвердил свои принципы, во-первых, разрушить дела дьявола и на место разрушенных принципов дьявола утвердить принципы Царства Божьего. Касательно человеческой души, касательно семьи, церкви. И церковь это есть инструмент для того, чтобы на этой земле утвердить Царство Божие. Иисус Христос Петру сказал, я создам церковь мою, врата ада ее не одолеют, и дам тебе ключи Царства. И все, что ты свяжешь на земле, будет связано на небе. И все, что ты разрешишь, на земле. То есть здесь первое, когда Христос строит церковь, он в руки этой церкви дает ключи Царства Божьего. Все. И что такое ключи Царства Божьего? Это принципы Царства Божьего во всех сферах нашей жизни. Хорошо, спасенный человек, я спасен, я пришел в церковь, грехи мои прощены, я исцелился, пошел на энкаунтер, меня освободили. Что я дальше должен делать? Я считаю, что тебе просто помогли восстановить свой статус. Статус Божьего человека, статус гражданина Царства Божьего, который должен быть чистый, без греха, который должен быть здоровый, который должен быть мудрый. И теперь ты готов выполнять главную роль. Исцеление это не цель. И прощение грехов это не цель. И даже освобождение это не цель. Это лишь средство для того, чтобы ты исполнил волю Божию и утвердил Царство Божие. Вот я сейчас расскажу тебе историю, которая, мне кажется, прольет свет на Евангелие Царства и Евангелие спасения и Евангелие Царства. У меня есть друг в Аргентине. Это Родригес его зовут, пастор Родригес. Я с ним встречался в Буэнос-Айресе. Прекрасный человек, пастор Церкви. И он мне рассказал, как Бог его от Евангелия спасения конкретно, конструктивно и даже добровольно принудительно перевел на уровень Евангелия Царства. Это однажды я летел из Буэнос-Айреса в Осло на пасторскую конференцию. Когда я прибыл в аэропорт, я, говорит, увидел, что компания Аргентинской авиалинии обанкротилась и осталось где-то 7 тысяч рабочих без работы. Работников этой компании остались без работы. Они прямо на территории этого международного аэропорта поставили палатки и требовали, чтобы им выплачивали. Забастовка была. Пастор Родригес говорит, что он должен был лететь этими линиями этой компании. И поэтому он говорит, ну раз обанкротилась, раз бастует, он взял на Люфтханзу билет и как только он взял билет, Дух Святой ему проговорил и сказал, посмотри на этих людей. Он посмотрел. Говорит, ты несешь ответственность за то, что здесь происходит. Для пастора, который занимался исключительно церковью, который занимался исключительно духовными вопросами, это показалось как некоторым недоразумением или некоторой духоманией. Причем тут я, пастор, и обанкротившаяся компания аргентинских авиалиний. Он сел на самолет и прибыл в Осло. В гостиничном номере перед конференцией я хожу и молюсь по номеру, по номеру хожу и молюсь, Господь, дай слово к пасторскому семинару. И вдруг я внутри себя слышу Аргентинес Айрлайнс, аргентинские авиалинии, аргентинские авиалинии. Я говорю, отойди от меня, сатана. Причем тут аргентинские авиалинии? А Бог ему сказал, короче, ты должен вернуться домой и ты должен призвать к покаянию всех бастующих. и ты должен им сказать, что если вы покаетесь, я исцелю вашу, восстановлю вашу авиакомпанию. Это для пастора было задание почти как идти на самоубийство. А вдруг не исцелиться? Пастор говорит Богу. Я до сегодняшнего дня знал Бога, который спасает душу, который прощает грехи. И Бог ему сказал одну очень сильную фразу, которую я лично запомнил на всю жизнь. Говорит, я Бог всемогущий и для меня одинаково, что спасать одну человеческую душу, что обанкротившуюся авиакомпанию. И мне кажется, вот это та линия, на которой должна поменяться парадигма нашей веры и нашего отношения к Богу. Когда он говорит, когда народ мой смирится перед лицом моим и обратится от злых путей, я исцелю к землю. А земля это совокупность нашей инфраструктуры, это государство, это экономика и так далее. Так вот, продолжая свидетельство, он говорит, я вернулся, подошел главному руководителю профсоюзов. Профсоюзный лидер был там как раз. Я сказал, я пастор Родригес, и я хочу выступить в поддержку ваших работников. Он говорит, хорошо, завтра приходите в такое время. Говорит, когда я пришел домой и собрал лидеров, первые, кто меня тут же раскритиковали и сказали, чтобы я не вздумал даже этого делать, это были мои лидеры, которые мне говорили, ты же безумец, журналистов столько будет, в новостях ты как сказать, прогремишь, а вдруг не случится этого, и что тогда, каким ты чучелом окажешься впоследствии. Я говорю, ночь не спал, а Бог мне говорит, делай, что я тебе сказал. Вот это Евангелие Царства. и что ты думаешь? Он вышел, на следующий день приехал в аэропорт, его уже ждали, микрофон, трибуна, и эти тысячи людей, которые, кто-то пил пиво, кто-то курил, кто-то просто спал, кто-то просто болтал, и все. И вот я, говорит, вышел к микрофону, это международный аэропорт, где тысячи пассажиров, где куча вот этих вот окошек, где продают билеты, оформляют багаж, и говорит, я просто перед Богом сдавал экзамен. Это служители Царства Божьего, это Евангелие Царства Божьего. И я, говорит, обратился и сказал, уважаемые друзья, я разделяю ваши проблемы и очень хочу помочь вам. Я пастор Родригес, и, короче, все, что произошло у него, он все это рассказал им, говорит, я, я летел в Осло, меня Бог остановил и сказал, от тебя зависит то, что здесь происходит. И Бог мне сказал, чтобы я вас призвал к покаянию. Вы скажете, в чем нам кается? В коррупции. Потому что коррупция начинается с низов. И говорит, если бы, говорит, облако Божьей славы не опустилось в этот аэропорт, может быть, меня бы закидали этими бутылками из-под пива. Но, говорит, я только договорил об этом, о покаянии, что-то произошло. Этот зал, вот, этот огроменный зал этого международного аэропорта наполнился славой Божьей. Говорит, у меня слезы текли, люди ставили вот эти все свои бутылки, и они стояли, они говорят, что Христос незаслуженно на себя взял грехи, и он молился о нас, прости им очень. Говорит, я повернулся, я стоял прямо возле стойки Иберия, Орлайн, и женщина, которая принимала там багаж, она забыла, что у нее слезы текли, все пережили славу Божию. И, говорит, когда я в конце сказал, что Бог мне открыл, что если вы покаетесь и отвратитесь от всех злых путей своих, Бог исцелит и восстановит вашу авиакомпанию, они все покаялись. и поблагодарили меня и сказали, посмотрим. Я думал, что страшное позади, экзамен продолжался, но страшное оказалось впереди. Сказать, то я сказал. И покаяться-то, люди покаялись. Моя жена просто была вся вне себя, все пасторы, все лидеры каждый день. Ну что, ничего не произошло на следующий день. В газетах то и дело появлялись комменты по поводу этого странного человека. Говорит, эта мука продолжалась месяц. И ровно через месяц я встаю утром и на первой странице главной газеты я прочитал вот такими буквами Мирикл, Чудо. Нашлись какие-то инвесторы, влили какие-то миллиарды в эту компанию и все семь тысяч работников были восстановлены на рабочих местах и это было великое чудо. Говорит, я так радовался. У меня, говорит, такое было торжество. Меня пригласили туда и что вы думаете? Теперь я почетный пассажир аргентинских авиалиний могу летать в любое время на первом классе. КОНЕЦ